Уважаемый Расул Гамзятович, уважаемые друзья, прежде всего, позвольте вас еще раз от всего сердца поприветствовать и сказать, что я, мы все, все, кто вас любят в России, рады видеть вас в добром здравии. И нам очень приятно, что сегодня мы можем поздравить вас с юбилеем, с 80-летием. Уже много десятилетий политическую и общественную жизнь нашей страны, я уже не говорю о литературной жизни, невозможно представить без имени Расулу Гамзатова. Оно известно миллионам людей, которые преданно называют вас своим любимым поэтом. И здесь сегодня много ваших поклонников, почитателей, несмотря на то, что зал маленький, но страна у нас большая. И у нас в стране вас любят. Любят за то, что вы так искренне и так изысканно. Учите нас очень простым, общечеловеческим ценностям, таким, как любовь, дружба, верность, совесть. У вас много наград и много званий, но среди них есть самая большая, самая большая награда и самое большое звание. Вы народный поэт. И вы не только поэт своего народа, не только аварского народа, не только дагестанского народа. Мы все гордимся, называя вас великим поэтом России. Ваше имя, Расул, переводится как представитель, посланник, и вы всей своей жизнью и творчеством своим оправдали это высокое значение. Вы, безусловно, представитель, как я уже сказал, всего российского народа, представитель общечеловеческой культуры. А ваша поэзия – это достояние всех народов Российской Федерации. Именно вы сделали и свою малую родину, знаменитой и известной всему миру. Вы прославили свою малую родину, прославили аварский язык и людей, живущих на этой прекрасной земле. Если открыть одну из наиболее известных ваших книг «Мой Дагестан», а её можно открыть на любой странице, и все они будут интересны. Так много в ней мудрых мыслей, красивых легенд и очень доброго, изысканного юмора. Это книга сгусток мыслей и чувств целого народа. Одну из своих последних книг, недавно вышедших, во всяком случае, вы назвали «Конституцией горца». В этом своде личных законов всего семь статей, но они вместили суть и смысл человеческой жизни. Вашими духовными ориентирами по-прежнему остаются и честь, и совесть, и добро, и любовь. Вы всегда умели слышать голос времени, умели сказать людям о самом насущном, о том, что их волнует и беспокоит. И сегодня очень многих поддерживают как Ваши стихи, так и Ваша гражданская мудрость, личное достоинство. Благодарю Вас за Ваш выдающийся просветительский труд, Ваш талант и Вашу твёрдую, мужскую, гражданскую позицию. Ещё раз позвольте мне сердечно поздравить Вас с днём рождения, с юбилеем, позвольте пожелать Вам здоровья, творческих успехов. И разрешите перейти к официальной части, к вручению Вам высокой награды России. Указом президента Российской Федерации от 8 сентября 2003 года за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и активную общественную деятельность не образа А Symphony Ваш отечественная рула утра